приветствую друзья меня зовут александр вы находитесь на канале есть вопрос сегодня в очередной раз я вам покажу набор с которым дети младшего возраста могут себя почувствовать великими техниками можно так сказать то есть будут применять практическую профессию в игровой деятельности и так набор называется плеймат а этот набор обещает нам что во первых то что дети с четырехлетнего возраста до бесконечности смогут почувствовать себя плотниками у нас есть с вами аппарат который необходимо собрать давайте посмотрим что находится внутри диск инструкция еще одна инструкция материалы фанера сейчас это я вам под водочку делаю что находится внутри различные куски фанеры вот такие у нас болванки заготовки и собственно сам аппарат вот так он выглядит и как нам заявляет производитель а эти наборы мы тоже видели на выставках большинство всего видим на выставках а что дошкольники смогут освоить профессию столяра уже у себя в группе не может быть вот я не верю в это давайте соберем проверим посмотрим насколько это правда а еще у нас конце серпиз поэтому обязательно смотрите до конца это видео и так сейчас будет быстрый процесс сборки который для вас будет очень быстро итак друзья сейчас я в этот в эту заготовку загоняя вот такую деталь которая будет нас ее удерживать и приводить в движение вот так надо взять ударить как следует чтобы ничего не сломать потом вставить мы сейчас с вами проверим я честно говоря видел как это делают взрослые сам никогда не пробовал и вообще скептически отношусь справлюсь я или нет если справлюсь будет это работать или нет но здесь прям как у взрослых все так далее чтобы привести в движение все это подключается к 12 вольтному блоку питания у меня здесь видите есть органы управления за счет которых я могу двигаться по рельсу и тем самым удерживать заготовку вот так вот а сейчас попробуем привести спирал движения наш чурбачок чтобы он не вылетел выскочил видите к значит нужно что сделать найти центр углубить я не знаю так надо делать или нет поскольку я не любитель читать инструкции я традиции это изменять не буду все на собственном опыте как говорится вот сейчас сделал о смотрите я наш центр нашел самостоятельно вращается быстро у меня есть вот такой резак я сейчас буду подставлять специально разверну чтобы вы видели я не умею пользоваться у меня не было трудом да и столярного образования поэтому как уж получится так получится давайте попробуем помните что это четыре года от четырех лет понятно что под присмотром педагога ну все равно интересно получится или нет ты как дмитрий думаешь дмитрий уверен но отлично всем бы так а пилочки полетели а вот так надо делать расширять как будет гулять 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 так я не знаю что тут получается я чувство когда я понимаю что дети добьются больше чем я так давайте остановим посмотрим что у меня получилось ну я смог обработать вот такую заготовку принципе да я друзья балясину я смогу сделать сейчас проверим раз это у нас дошкольники они у нас ребята веселые что будет если я схвачу то есть я беру просто и такое марь иванна вася меня ударил и хоп и ничего не будет и не ломается хорошо давайте а поскольку коробка большая а аппарат наш маленький а давайте подумаем что еще с ним можно сделать помимо того что это столярные история мы еще можем с вами сделать лобзик а лобзик не может пилить без ножовки да без пилы без полотна а полотно но из металла давайте попробуем собрать эту конструкцию и опять же убедиться подходит ли она детям дошкольного возраста и не причиню ли я себе какой-то ущерб во время обработки материалом итак друзья собрал я лобзик это занялось совсем немножко времени в чем отличие к двигателю присоединяется специальная бабушка со смещенным центром которая во время движения будет как бы как кулачок подталкивать нашу пилку выглядит это вот так смотрите это пилка это настоящий то что на кончик у нее что-то одета как бы понятно меня не уколет но все равно страшно дошкольникам нашим деткам маленьким давать пилку вроде бы страшно давайте попробуем просто сперва что-нибудь распилить у нас есть заготовка которая была в наборе эта фанерка не нами принесена просто была в наборе буду вам показывать и напоминаю что это лобзик друзья если это лобзик то я могу крутить вертель и делать фигурные распилы и так смотрите я смог распилить достаточно толстую фанерку а сейчас ну ничто не сделаешь ради канала я попробую руками остановить эту пилку если допустим симулируем да я пилил у меня рука срывается и палец попадает под лезвие делать это страшно но лучше я чем дети правильно правильно у меня 10 пальцев если что заменю другим вы посмотрите на дмитрия он защитился на наш оператора не страшно я могу я повелитель лобзика при этом смотрите не останавливая берем я в принципе в теории знал что меня не должно порезать потому что это же сертифицированная продукция под этот воздух но а тем не менее вы увидели намеренно а показать детям что так можно поступать не нужно они друг перед другом начнут хвастаться и не дай бог что нибудь что-то пойдет не так но опять же и от случайных до попаданий пальчиков наших мы застрахованы далее мы с вами проверили лобзик сейчас пришло время посверлить это тоже очень интересно погнали итак друзья а теперь пришло время сверлильному станку с вашего позволения я туда ничего засовывать не буду мы с вами поняли что это безопасно на самом деле страшно мне хватило кстати вот я специально на столе не прибираюсь чтобы вы понимали что после любой работы грязь обеспечена да то есть если мы что-то пилим но куда вы от стружки денетесь поэтому нужно придумывать что-то а с другой стороны если мы знакомим детей с такой профессии как бы нужно понимать что чисто тут не будет все включаем наш станок опять же идти я до кручу и нажим регулирую ручками и пытаясь просверлить отверстие вот такое отверстие у нас получилось давайте еще разик пройдем давайте я все-таки попробую остановить руками дмитрий уже держится за голову я не буду втыкать себе в руку но остановить попробую ох что не сделаешь ради деточек наш но остановить я могу вот но не хочу поскольку все мы люди взрослые взрослые смотрят за детьми че занимаясь ерундой и и так станок тоже сверлить сейчас обращу ваше внимание на один нюанс не знаю насколько меня поправят в комментариях обязательно пишите комментарии если вы поставщик производитель вот этих вещей а здесь используется необычное сверло давайте его и залегу достану сейчас поскольку я давил сверлил это делается не очень легко а а сверло вот в такой пластиковой заготовочки да она квадратная чтобы не проскальзывала вопрос номер один насколько долго этого сверла хватит понятно что мы пересушенную фанеру с вами сверлим но тем не менее и второй вопрос сможем ли мы купить их в будущем вот я напишу в комментарии обязательно узнаю а если вы являетесь поставщиком тоже напишите мне можно ли достать эти сверла почем эти сверла да мы будем это знать потому что расходные материалы у нас же история детская дети все ломают и мы поощряем их любознательность но опять же мы должны для других детей все это отремонтировать и так мы с вами что проверили у нас был токарный станок был сверлильный был у нас с вами станочек еще а который называется лобзик и последний наш станок он называется шлифовальный шлифовальный станок появится у нас здесь через ровно одну секунду итак друзья у меня просто сейчас было открытием ищу я значит шлифовальный круг без инструкции но тут пришлось даже инструкцию открыть не могу понять у меня нет детали рассказываю все очень просто берем наш двигатель с него снимаем защитный чехол он находится сзади и вот у нас здесь приклеенная наждачная бумага за комплект еще одна такая дополнительная есть на самоклейке загоняем вот таким все образом да и все и включаем нам остается только отшлифовать нашу заготовку попробуем а сточили давайте еще один уголок сперва по диагональке потом уголки прибираем вот такая история у нас получается с вами классно слушать я доволен да так не надо делать я очень доволен результатом давайте подведем некий вывод стоит ли покупать такой набор да стоит по мне знакомство с техническим творчеством именно с прикладным а через этот набор она пройдет намного интереснее начальная школа отлично пройдет другое дело что же входит в комплект это очень важно смотреть для чего этот набор потому что просто так пилить деревяшечки можно и ручками да и обычным лобзиком чем я рекомендую в принципе позаниматься в свободное время многим детям здесь внутри находится вот такая заготовка сделав которую мы собираем я так понимаю некий театр то есть мы разбиваем одно точнее постройку театра на несколько занятий шаг за шагом группа детей или один ребенок создаст нечто своими руками то есть у нас получится некий продукт и это очень важно это очень востребовано в современном мире потому что у нас сейчас мало детей которые доводят дела до конца у нас взрослых то мало да а детей еще меньше потому что нет примера взрослых вот такая проблема у нас стоит кроме того на сайте производителя вы всегда можете приобрести и другие игры кроме того никто вам не мешает взять фанерку и самостоятельно что-то нарисовать затем точнее не самостоятельно а детям дать обвести некий трафарет и к новому году это может быть новогодняя игрушка которую они сделают сами а потом еще и разукрасят и соответственно у нас занятие ловить много шаговое и очень интересно то есть все зависит опять же от педагога инструмент безопасен сколько он может быть безопасен и очень интересен по деньгам вы его сможете себе позволить он стоит я могу соврать плюс минус там десять тысяч рублей это не те деньги ради которых стоит заморачиваться я имею ввиду по содержанию вы не один набор покупаете да не только столярный станок а еще кое-что именно методики для образования полноценной я пока не видел если она есть я обязательно дам ссылочку в комментарии я узнаю у поставщиков если она на текущий момент к сожалению этого сделать не удалось но опять же напишите в комментарии какие у вас возникли вопросы я обязательно уточню с наших поставщиков так это или не так и мы тем самым с вами просто начнем диалог на эту тему кроме того когда я говорил что в конце будет что-то интересное а оно будет мне как человеку далекому да от столярного дела верить нельзя сейчас у нас есть наш хороший друг его зовут Яков человек который большую часть своей жизни занимается тем что работает с деревом и столярные все вещи эти станки он знает как свои пять пальцев не потому что у него пять пальцев осталось а потому что он очень умный и очень хороший человек поэтому сейчас я предлагаю съездить к Якову и спросить у него насколько интересна вот эта деталь стал бы он ее рекомендовать детям и что он вообще все по этому думает потому что наш канал есть вопрос у вас наверняка возникнут вопросы а как это в реальной жизни поехали отвечать погнали мы наконец-то добрались до столярного цеха это наш товарищ Яков который нам помогает с производством деревянной мебели различного уровня сложности правильно называть краснодеревщики вы? ну столяры краснодеревщики то есть это целая профессия и сейчас мы покажем точнее мы уже показали забежали немножко вперед Якову наш столярный станок для детей младшего возраста и сейчас как раз таки я поинтересуюсь насколько ты думаешь это будет интересно детям и насколько вообще эта практика применима можно ли что-то сделать и опять же поскольку я не человек который обладает навыками у меня честно говоря даже в школе не было на уроках труда такого агрегата чтобы я там получил некие навыки вот сейчас хотел бы за тобой понаблюдать посмотреть что получится а чуть позже собственно попробуем то же самое на уже боевом станке и поделишься с нами опытом своим давайте попробуем для начала с чего начнем с разметки для начала мы ее выровняем чтобы она была идеально кругленькой чтобы меньше биения было так а затем попытаемся что-то что-то отфрезеровать ну правильно же я понимаю что вот собственно это устройство оно обладает всеми теми узнаваемыми характеристиками что и есть у нас на боевых станках на тех что вы используете в повседневной жизни ну в принципе да функционал что большого станка что маленького один и тот же а вот так глядя со стороны ты вообще веришь что что-то получится ну деталька крутится значит что-то может и получится резец тебя не смущает который находится в твоих руках ну для маленького ребенка это наверное будет самый идеальный вариант давайте пробовать давайте попробуем так включаем я помогу держать и кстати пока якорь занимается увлекательным делом вот такие маленькие заготовки ребята делают на больших станках это очень сложно потому что она ломается такая ювелирная работа которую сделали на большом на большом всегда маленькое сложно делать мы готовы снова попробуем так уже сомнения я смотрю появились давайте попробуем если что подтянем заднюю бабку вот видите мы уже узнаем как называются элементы не штука а бабка небольшая галтелечка получилась а галтелечка это что галтелечка это это усталеров 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 называется проточка маленькая впадина которая имеет овальную форму ну как ощущение от работы на станке ощущение маленький своеобразный сильно усилий на него при больших заготовочках не получится то есть ребенку я думаю что хватит усилия для того чтобы что-то получилось деталька округлой формы так ну что собственно мы посмотрели как это сделал Яков на нашей игрушке да на нашем таком тестовом на станке начального уровня который познакомим детей с профессия столяра и сейчас попросим если это можно показать как это делается уже в жизни на какой я думаю там заготовку уже не будет нормальной формы округлой и придется сперва ее придать а потом что-то создать в идеале столярные станки создают вот такие детали посмотрите то есть из квадрата мы получаем сферы да различные галтели которые мы можем использовать при строительстве лестниц и для декора интерьера интерьера такие дела ну что давайте попробуем на хорошем станке покажи что у нас получится давайте попробуем итак друзья а мы сегодня поговорили с яковом уж ему то можно доверять человек не ни одну собаку съел неправильно говорить с большим человеческим опытом да именно практическим потому что каждый день приходит на работу и работает с деревом уж точно понимает в этом толк то что эта игра подходит знакомству детей мы не говорим про получение профессии мы просто хотим познакомить детей на практике вот просто рассказывать кто такие столяры кто такие плотники это одно дело а когда дети сами одевают фарточки берут инструменты и что-то на практике пробуют потому что может быть это их будущее пусть так а этот инструмент подходит посмотрите что у нас в итоге получилось вот такая заготовка здесь у нас конечно же она похуже но потренироваться и дети смогут догнать и будут с радостью работать в цеху ЯКВА я думаю это да это и и и это Редактор субтитров А.Семкин